Стеклятор Йоги, какими глупыми надо было быть, Джен. Сесть на странной планете, чтобы починить космический куб. Да, что еще хуже, Джейс? Попасться на этих стеклянных обалдуев. Плейники, у вас есть выбор. Работать в стеклянной шахте или быть помещенными в стеклянные сферы навечно. Прости, но мы не намерены ни работать в никаких стеклянных шахтах, и ты не посадишь нас в стеклянные сферы, пока это не выяснит космический призрак. Космический призрак. Так вы, друзья, могучего космического призрака? Тогда хорошо, что вы рассчитываете на его помощь. Он не сможет найти вас, и победив его, я заключу с ним сделку. Как только изолирую вас. Они забрали наши пояса невидимости, но у нас есть все еще наша реактивная ранца, Джейс. Да, точно. Можем прорваться. Давай, Джейс. Сейчас. Стража, взять их. Скорей, Джин. Вам не уйти. Сюда. Джейс, это стена. Она приближается к нам, и она вас заморозит. Никто не убежит от стеклятора. Это странно. Я воплощаю сигнал на частоте Джины и Джейса, но он безумен. Звучит, как будто Блип делает это. Блип, так это ты посылал сигнал. Тихо, кто-то идет. Включай силу невидимости за мной. Это странно выглядящий стеклянный человек. Смотри, он стреляет лучом в корабль Джины и Джейса. Так вот оно что. Он хотел уничтожить доказательства. Пошли, вслед за этим персонажем. Невероятно. Это должен быть легендарный стеклянный город стеклятора. И тут, наверное, должны быть Джины и Джейс. А вот и наш парнишка, стеклянный человек. Он, наверное, пошел отчитаться об уничтожении корабля. Давай за ним. Вы приняли решение сбежать. Теперь вы будете заключены в стеклянные сферы, пока не согласитесь работать на стеклянной шахте. Ты пожалеешь об этом, когда космический призрак будет тут. Как я уже говорил ранее, космический призрак не найдет вас здесь. Да неужели? Не быть так самоуверен. Стража, увезти заключенных. Ты уничтожил корабль пленников? Да, хозяин. Хорошо. Что такое? Один страж и две тени? Космический призрак. Ты не перестаешь удивлять меня, космический призрак. Космический призрак, я знаю, что ты там. Хорошо. Теперь, когда ты знаешь, что я здесь, ты сможешь отпустить моих друзей, дабы избежать многих неприятностей. Ты смеешь мне угрожать? Вот он иной путь с большими неприятностями, космический призрак. Ты станешь одним из моих пленников. Ты останешься в стеклянном панцире и присоединишься к своим друзьям. Ты выбрал жесткий способ освободить меня, Блиб, но спасибо. Стражи, используй стеклянные лучи. Прости, стеклятор. Но твоим стеклянным лучам не тягаться с моими энерголучами. Атаковать его, атаковать! Прости. Что сделаете, ребята? Ну, держите мяч. Атаковать его! Атаковать! У меня другая идея, стеклятор. Ты уничтожил всю мою стражу. И ты за это заплатишь. Смотри, вон твои друзья. Помоги, помоги. Мы тут космический призрак. И им предстоит бесконечное путешествие в космосе. Я должен остановить их. Для начала я тебя остановлю в космический призрак. Стража, атаковать космического призрака на ваших кораблях. Вы встали на скользкий путь. Я применю гиперскорость. Это должно быть был сокрушительный опыт для вас, ребята. К сожалению, у меня нет времени, чтобы собрать куски. Единственный путь остановить их, это использовать мой лазерный луч. Космический призрак разрезал стекло лучами лазера. Хорошая работа, космический призрак. Как я рада выбраться отсюда. Теперь мы должны позаботиться о стекляторе и найти Блипа. Расслабься, космический призрак. Смотри, Блип держит ситуацию под контролем. Он, наверное, поместил стеклятора в собственную стеклянную сферу из его желчемета. Точно. И он приготовил стеклятора к доставке к космическому патрулеуму. На русский язык фильм, озвученный, переведен на студии Трамвафильм в 2015 году. КОНЕЦ КОНЕЦ